А вот и время пришло. Пришло время окунуться в невероятные, просто удивительные приключения чаровницы какой-нибудь вместе со мной, которая придет на свидание и скрасит мой досуг. Очень хочется, чтобы досуг был такой, прям как в молодости. Вспоминал тут на днях, какие досуги у меня были в молодости. И непонятно вообще, откуда здоровья столько. Хотя понятно, все это в долг бралось у организма, а сейчас приходится отдавать. Кряхтит у меня все. У меня протрузии, какие-то межпозвонковые грыжи, какие-то плечи вывернутые не в ту сторону, зрение вообще минус 28, видимо там. Ну то есть с памятью херова. То есть все, что отдавал в молодости по здоровью, говорю, в долг, видимо, давал приключениям, теперь приходится расплачиваться. Друзья мои, те, кто смотрит меня до 30 лет, помните, что живут только до 18, после 18 доживают. Здесь такая шутка, в которой всего лишь доля шутки, остальное все правда. Поэтому берегите себя и свое здоровье, потому что у вас, как правило, после 30 появляются возможности. А здоровье, чтобы реализовать эти возможности, становится все меньше и меньше. Так что все будет хорошо, а я жду свою. Сейчас все увидим. Привет, аккуратно там ступенька, не подскользнись. Привет, блин, такая погода, ты без шапочки, в юбочке, ты точно не... Я с волосами. А, ты с волосами, я, к сожалению, или к счастью, не знаю. Приятно познакомиться. Привет, привет, привет. Ну мы с тобой заочно-то уже знакомы, просто мы с тобой не сидели рядом друг с дружкой, да? Вот мне нравится, что ты в хорошем настроении, расположении духа, значит сегодня будет у нас все хорошо. Зачем здорово. Это правда. Ну давай как-то, я не знаю, разомнем как-то поле чудес или как викторина какая-то, но все равно разомнем как-то атмосферу. Мы же все с одного места, скажем так, здесь появились. У них нет атмосферного места. А, вернем, да. Хорошо. Что-то спросить ты хотел. Ну вот я еще тогда обратил внимание, что ты такая позитивная, у тебя характер. Для женщин очень важен характер, у тебя характер очень такой, ну, достойный. Ты не голова, как бы, не насильник мужских мозгов, вот так это назовем. А почему ты... Я сдерживаюсь. А почему... Как могу. Не разочаровывай меня. Не надо этого делать. Ты сейчас по-тонком уходишь, я тебе скажу, по краю. Почему без мужчины? Ну ведь такая женщина и все равно должен же быть какой-то мужичок-то быть, какой-то полуфиналист. Ну, у меня были очень хорошие отношения, но он был мотоциклистом, он разбился. Ох, ё-моё. Это рано, год назад. Это жестко. Слушай, ну, блин, да, теперь понятно. Блин, ну это меняет прям все. Ты знаешь, я, блин, это грустная история, не очень хочу тебя в дальнейшем вводить в заблуждение. Я вот в анкете, которую прислал, ну, в которую разместил, я там поднаплел, скажем так, историй. И не хочу тебя расстраивать, потому что у тебя слишком много расстройств в жизни будет тогда. Я хочу тебе признаться, что я вот там смукавил. Сильно? Да. Прямо конкретно? Да. Нифига я не успешный коммерсант. Нет у меня тех самых успешных предприятий, про которые я писал. Достатка, дохода и так далее. Я, блин, не хуй, ну, лучше я сейчас тебе скажу, чем потом у тебя будет кипер-разочарование. Я таксистом работаю обычно. И эта тачка, она в аренде у меня. Тебе нравится хоть? Да. Я, кстати, работала водилой. Серьезно? Правда, честно. Блин, ну, да, мне нравится работать таксистом. Но дело в том, что денег впритык. Я еще списался в ипотеку. В комнату в коммуналке купил. И выплачиваю ипотеку. Вот, да. То есть с деньгами тяжеловато, скажем так. Поэтому я сразу хочу, вот, я пойму, если ты сейчас просто встанешь, выйдешь. Я реально пойму. Потому что, ну, все-таки я обманул, сказал неправду. И мне не хочется просто, ну, не хочу тебя расстраивать. У тебя было горе там, вот, какое-то время назад. Я не хочу, чтобы у тебя там разочарование настигло еще какое-то. Поэтому говорю, вот, как есть. Поэтому ты решай сама. Слушай, ну, человек-то ты такой, как казался? То есть ты не пьешь? Нет, нет, нет. По барбану не ходишь? Нет, нет, нет. Трудишься? То есть то, что ты там прослушаешься? Да, я тебе только начисал про доход-достаток. Про доход. Ну, вообще-то мне понравился именно за чувство юмора, зато какой-то человек. В принципе, у тебя столько достоинств. Ну, я не на деньги повелась, честно скажу. Не, ну, отрицать не буду. Если бы у тебя были миллионы, это бы не повредило. Но это совсем не то, на что я, собственно, и повелась. Честно говоря, я с миллионером никогда и не встречалась. У меня как-то... У меня простая семья работящая. У меня даже ближе человек, который, ну, как-то честно зарабатывает на жизнь. Все равно внутренне мне некомфортно, конечно, но мне приятно, что ты вот так... Ну, ты зато такой же симпатичный. Вот. Это уже плюс. Ты такой же веселый. Спасибо большое, что ты, блин, мне говоришь такие приятные слова. Это хоть совпало. Знаешь, хуже было бы, если бы ты был толстый и страшный. Толстый и страшный? И я тебя обманул, да? Сейчас я маску так, ваааа, снимаю, корсет снимаю, бум, маску. Так вот, сейчас смотреть, приятно общаться так же, как в переписке. Блин, ну, слушай, ну просто все в связи. Есть жизнь, есть где жить. Есть где жить. Да, давай посмотри, сын. Да, ты же расплатишь, ты не это. Дома не сижу, работаю. Да, работаешь в казино, а деньги не прогуливаешь. Тем более их и нет. Найти можно, как говорится, да, но я не ищу. Слушай, ну я просто к тому, что не хочется тебе пыль, да, того звездную вот эту вот блестки в глаза кидать. Я бы вот, ну, с деньгами сейчас такое себе, вот, есть Бургер Кинг, вот, прямо напротив. Я предлагаю пойти туда кофе попить. Давай попьем чего? Я пойму, если ты откажешься. Ты, видимо, не отказываешься. Ну, ты, ну, нормально, точно. Ну, правда, реально не хочется там. Ну, не нравится. А, и поэтому кофе будет. Пойдем в тот елк. Ну, давай, давай, ладно, пристегивайся. Проедем чуть-чуть. Ты знаешь, ты такая, ты такая прям хорошая. Нет, 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 наоборот. Ты женат. У меня платеж по ипотеке сегодня вечером. Вот. И я решу, думаю, что ничего страшного, если я один платеж немножко позже заплачу. Хочу поступить по-гусарски. Вот у меня есть 60 тысяч на платеж. Давай я часть этих денег все-таки потрачу в нормальном ресторане. Ты что, не заплачешь ипотеку? Да, я пропущу просто чуть позже заплату. Давай кофе заталкивай. Почему? Ну, по-гусарски. Да, что, пожрем смешно. Ну, надо лучше на дело пустить. Точно? Господи, да какая разница? Кофе, везде кофе. За тысяч рублей, за две или за 200. Я все равно в кофе не разбираюсь. Поехали в бургер. Перебег всего без этого ресторана. Не дала ты мне помажорить, короче. Давай борщица сварю. Блин, ты такая, на самом деле, знаешь, какая ты редкая. Прям редкая. Настолько, что я даже растерялся, если честно. Давай я попрошу, чтобы тебе в Бургер Кинге сделали... Без скидку. Самый... Ну, платить я буду, поэтому можно без скидки. Самый, самый невероятный кофе с любовью от меня. Это так мило. Поехали? Поехали. Спасибо тебе за понимание. Ну, давай, готова? Поехали. Таксопарк такси хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше тысячи в команде. Приходи и будет тебе счастье. Продолжение следует...